Добрый вечер, уважаемые друзья! В эфире информационный выпуск, подготовленный корреспондентами общественного саянского телевидения. В студии для вас работает оператор Юрий Кузьменко и ведущий программы Дмитрий Поличук. Сегодня в выпуске. Губернатор Жиркутской области Игорь Кобзев представил проект «Волшебный Байкал». Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам проводят профилактические рейды. В МФЦ работает сектор пользовательского сопровождения. На базе техникума прошел чемпионат по профессиональному мастерству. Школьники Саянска приняли участие в конкурсе «Самый танцующий класс». А теперь об этих и других событиях более подробно. Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросу создания федеральных круглогодичных курортов, в котором принял участие губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Важнейшая задача уже в горизонте текущего десятилетия. Вклад внутреннего туризма в ВВП страны должен вырасти вдвое. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принял участие в совещании по вопросу создания федеральных круглогодичных курортов «Пять морей» и «Озеро Байкал», которое провел президент России Владимир Путин. До 2030 года предстоит почти вдвое до 140 миллионов увеличить число ежегодных путешествий по стране, чтобы граждане могли увидеть уникальную природу России, прикоснуться к нашей великой истории и культуре, отдохнуть на морских, горнолыжных, оздоровительных курортах, в круглогодичных парках развлечений. Важная задача, о которой также было сказано в послании президента, уже в горизонте текущего десятилетия вклад внутреннего туризма в ВВП страны должен вырасти вдвое. Владимир Путин обратил особое внимание на то, что с развитием курортных территорий одновременно должна повышаться их транспортная доступность, развиваться другая сопутствующая инфраструктура, в том числе коммунальная и инженерная. О готовности при Ангаре реализовать проект «Волшебный Байкал» доложил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Валентин Распутин, знаменитый сибирский писатель, как-то сказал, «Байкал создан как венец и тайна природы, не для производственных потребностей, а для того, чтобы мы могли пить из него воду, главное и бесценное его богатство, любоваться его державной красотой и дышать заповедным воздухом». Можно сказать эти слова философия нашего туристического проекта «Волшебный Байкал». В него мы включили две региональные локации. Первая – это город Байкальск, и вторая – это новая локация, Байкальская Слобода, около поселка Тальцы. Место уникальное. Вы, Владимир Владимирович, его посещали, наверняка помните берег Ангары, великолепную природу и наш архитектурно-этнографический музей Тальцы. Сегодня музей также продолжает развиваться. Общая площадь курортной зоны проекта «Волшебный Байкал» на территории региона составит 1200 гектаров. Сумма бюджетных вложений – 25 миллиардов, частных инвестиций – 54 миллиарда рублей. Будет создано 5400 комфортабельных номеров. Туристический поток увеличится почти на полтора миллиона человек. Откроется 6000 новых рабочих мест. Реализация проекта займет 9 лет. Поэтапный ввод в эксплуатацию объектов рассматривается с 1927 по 1935 годы. Для развития круизного туризма на Байкале необходимо создать в порту Байкал зимнюю стоянку для больших судов и провести реконструкцию приоритетных причальных сооружений. Прочность льда на водоемах Саяно-Зиминского региона слабеет с каждым весенним днем. Регулярно сотрудники государственной инспекции по маломерным судам проводят профилактические рейды, патрулируя реки и заливы. С приходом тепла и обильным таянием снежного покрова сотрудники ГИМС выходят с проверкой на водоемы. Это значит, что быть на чеку им приходится 24 часа в сутки. Благодаря принятым мерам, происшествия, связанных с провалом автотранспорта и гибелью людей на территории Саяно-Зиминского региона, не допущено. У нас все беды возникают из-за того, что когда дети без надзора, как вот они выбежали, сами по себе гуляли, когда родителям некогда. Так что за руку держите конкретно. Вот малышам особенно рассказывайте о правилах безопасности, что на водоем ни в коем случае одни. Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам постоянно предупреждают, что с наступлением низких температур повышается риск чрезвычайных ситуаций на водоемах. Многие забывают, что выход на лед водоема опасен всегда. Весенний лед, он небезопасен. Скажем, лед безопасным не бывает. В весенний период под воздействием солнышка теплых температур на поверхности льда снег начинает таять, пропитывает воду, со дна подбивает теплыми ключами, теплым течением. Толщина льда меняется и становится критической для нахождения на них людей. Поэтому выход в данный момент запрещен. Лед таит в себе много опасностей. В холодной воде шансов спастись крайне мало. Даже у профессионалов есть всего три минуты. Сотрудники ГИМС постоянно проводят занятия, предупреждают горожан об опасности, рассказывая, как не стать жертвой на водоеме. Что касается нашей зоны обслуживания, в нее ходят Зиминский, Куйтунский, Золаринский район, город Саянск, город Зима. Мест санкционированного выезда, санкционированных переправ в нашей зоне ответственности нет. Но, тем не менее, граждане допускают случаи выезда. Были случаи, когда граждане были привлечены к административной ответственности. И на сегодняшний момент случаев происшествий на водных объектах не допущено. Ежегодной историей водного пленения горожан прям-таки леденят наши нервы. Как вы думаете, кто в первых рядах рискует провалиться под лед на множественных водоемах? Конечно, это дети, собачники и рыбаки. На данный момент проходит пятый этап акции «Безопасный лед» и совместными группами, межведомственными, производится патрулирование водных объектов с целью выявления несанкционированного выезда на лед, выхода людей, потому как сейчас идет период распада льда и выход людей запрещен на лед. Сотрудники ГИМС напоминают телефоны спасения 111 и 112. Если вы стали случайным свидетелем трагедии, необходимо сориентировать спасателей по названию водоема или по адресу жилых домов, находящихся поблизости. До прибытия спасателей следует оставаться на месте. Нельзя оставлять детей без присмотра родителей. Вот сейчас вот в центре озера этого подтаял снег и видно чуть присыпавший, растаяший лед. Многофункциональный центр «Мэй документы» оказывает горожанам более 600 различных услуг. Работают Семакон по приему заявителей. Кроме того, здесь организован так называемый сектор пользовательского сопровождения, куда обращаются горожане по самым различным вопросам. Система многофункциональных центров, то есть услуги в режиме одного окна, быстро показала свое удобство. И саянцы уже оценили ее по достоинству. Сегодня городской центр «Мэй документы» оказывает горожанам более 600 различных услуг. Работают семь окон по приему заявителей. В прошлом году здесь был организован так называемый сектор пользовательского сопровождения. Это стоит компьютер с доступом к госуслугам, принтер и также памятки размещены в этой же зоне. То есть все люди, которым нужна помощь при оформлении каких-либо заявлений, при оформлении каких-либо пособий через госуслуги, могут к нам подойти. Мы можем помочь им подать эти заявления через вот этот сектор пользовательского сопровождения. Если какие-то еще бывают трудности, связанные с госуслугами, к нам можно подойти. Также мы распечатаем памятки по оформлению тех или иных услуг. Для того, чтобы там пошагово расписано, как подавать заявление в то или иное ведомство. В сектор пользовательского сопровождения обращаются горожане по самым разным вопросам. Приходят с разными вопросами. Для подачи субсидий, для подачи каких-либо пособий, для постановки транспортного средства, для оформления продления на оружие, для оформления охотничьего билета, ветерана труда. В общем, спектр услуг очень большой. Все, что можно подать через госуслуги, можно оформить здесь у нас. Специалисты Центра Мои Документы постоянно повышают профессиональную квалификацию, руководствуясь современными требованиями, участвуют в конкурсах и семинарах. С каждым годом востребованность получения услуг через Центр Мои Документы у соянцев растет. И они оценили созданные здесь преимущества, удобство, качество и компетентность персонала. На базе Саянского химико-технологического техникума прошел чемпионат по профессиональному мастерству, в котором приняли участие студенты колледжей и техникумов, а также юниоры, школьники от 14 лет. С 25 марта на базе Саянского химико-технологического техникума в течение пяти дней проходил региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству. В соревнованиях принимали участие студенты колледжей и техникумов, а также юниоры, школьники от 14 лет. В таком мероприятии я участвую впервые. Это очень масштабный чемпионат. На самом деле я считаю, что эта неделя была очень тяжелой, напряженной и очень насыщенной. Каждый получил свой опыт. Мы показали свои знания и умения. Хотелось поблагодарить наших наставников, и чтобы такие чемпионаты проводились как можно чаще. На площадке химико-технологического техникума работало несколько станций по различным направлениям. Соревнования подобного уровня Саянские проводились впервые. Главная цель мероприятия – повышение значимости рабочих профессий. Представители жюри-наставники отметили высокий уровень подготовки прошедшего чемпионата. Я участвую в конкурсе уже пятый раз. Сначала это были конкурсы WorldSkills. Сейчас уже два года проводится конкурс профессионалов на базе Саянского химико-технологического техникума. Надо отметить то, что техникум хорошо подготовлен, у них хорошие организованы площадки. Надо отметить огромную работу коллектива, которые участвуют в оформлении организации, чтобы было все оборудование на площадке. Это очень сложно. Опыт проведения конкурсов профмастерства – это масштабное событие, которое стимулирует стремиться к самосовершенствованию, дает возможность проявить себя. На городобразующем предприятии Акционерного общества Саянский химпласт таким мероприятиям уделяют особое внимание, ведь для руководства компаний это способ разглядеть талантливых работников, направить их на дальнейшее обучение, помочь в продвижении по карьерной лестнице. Ребята, которые участвовали в конкурсе, у них у всех очень хорошая подготовка. И те ребята, которые учатся в данном учебном заведении, они проходят производственную практику у нас на городообразующем предприятии АО «Саянский химпласт». И хочется надеяться на то, что ребята из других городов нашей области в будущем, возможно, тоже приедут в наш город и будут работать на нашем предприятии. Сегодня подготовка кадров для экономики региона одна из наших первостепенных задач. Правительство области делает все, чтобы система среднего профессионального образования привлекала еще больше молодежи. Создаются новые современные мастерские, обновляется материально-техническая база, появляется все больше профессий и специальностей под запросы работодателей. Здесь, конечно, побеждает сильнейший. Кроме того, для ребят это еще при поступлении в ВУЗ дополнительные баллы. Если они занимают какие-то места, они получают сертификаты и дипломы победителей. Плюс балл при поступлении и дальнейшем повышении образования. А при ходе весны гораздо более эффективно, чем календарь или погода за окном, нам напоминают птицы. Слыша их ласковый щебет, мы понимаем, что мир наконец-то просыпается после зимней спячки. Ежегодный праздник Международный день птиц отмечается в фиксированную дату 1 апреля. Число выбрано не просто так, а с привязкой к началу возвращения птиц с юга в родные края. Этот экологический праздник посвящен проблемам пернатых, их незаконной добыче, постепенному вымиранию и истреблению отдельных видов. Птицы – важные участники всех привычных нам экосистем, и их исчезновение может привести к настоящей природной катастрофе. Поэтому все праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню птиц, призваны напомнить о важности пернатых в жизни человека. Праздник впервые отмечали в американском городе Оилл-Сити в 1894 году. Мероприятие в школе организовала учитель биологии. Идею поддержали местные газеты, и вскоре День птиц широко отмечался в США и Европе. Идею празднования Международного дня птиц поддержали также и в России. В царские времена охраной птиц занималось русско-географическое общество, а в народе этот праздник отмечался выпеканием сдобы в виде жаворонков, а также помощью пернатым в виде строительства для них домиков. Сегодня же особенных традиций у Международного дня птиц практически нет. В целом, это скорее не праздник, а день осведомленности о пернатых и их проблемах. Птицы, как и многие другие животные на нашей планете, находятся под постоянной угрозой вымирания. И если раньше это было следствием естественных угроз и естественного отбора, то сейчас большинство проблем человек создает своими руками. Орнитологи предупреждают, что исчезновение птиц нанесет непоправимый удар по всей экосистеме, в которой мы существуем. С каждым годом в Красную книгу вносится все больше и больше видов пернатых. И сейчас каждый шестой из них находится под угрозой исчезновения. Светлана Рокитянская – одна из тех мастеров, которые долгие годы создавали неповторимый творческий колорит Саянска. В Центральной городской библиотеке открылась персональная выставка художницы, которая владеет многими техниками. Это и живопись, и уникальные театральные куклы, и керамика. В Центральной городской библиотеке открылась новая персональная выставка Светланы Рокитянской. Экспозиция носит название «Грани творчества и вдохновения». Светлана – одна из тех саянских мастеров, которые долгие годы создавали неповторимый творческий колорит нашего города. Она тонко чувствующий человек, живущий в своем мире, и этот мир светил и добр. Владеет художница многими техниками. Это и живопись, и керамика, и уникальные театральные куклы, и шаржи. И если дело художника дарить людям радость, то у Светланы Рокитянской это получается на все сто. Мне интересно многое. Лепила в детстве, что вот пластилин, и потом перенесла вот на кукольный, наверное, театр, на куклы, то, что можно вот как лепить. Они же тоже почти слепленные. Ну и картины тоже ты их где-то лепишь, чтобы объем был, на картине передать объем, это тоже надо лепкой. Удивительны куклы и игрушки, которые создает этот мастер, каждая собственным характером и энергетикой. Понимаешь, что каждая зверушка создана ласковыми руками мастера, который ее любит и даже кжелеет. Удивительны портреты, которые создает Светлана Рокитянская. Это откровенный рассказ о каждом человеке, о его характере, отношении к миру. Человек должен на меня посмотреть. Он на меня посмотрел, значит, получился. Глаза. Он глазами должен своими на меня посмотреть. Ну, конечно, когда человека не знаешь, тут сложно, чтобы он на тебя посмотрел. Ну, стараешься увидеть все-таки человека, которого рисуешь. Великий испанец Пабло Пикассо сказал, каждый ребенок художник. Трудность в том, чтобы остаться художником, выйдя из детского возраста. В любой личности есть взрослый ребенок и родитель, кто в данный момент в тебе живет. Когда человек любит, он ребенок, однозначно. Поэтому любит он тоже ребенок. Удивительны пейзажи этой художницы. Часто это Байкал. Синий, чистый и бескрайний. Творчество может создаваться разными способами, но в его основе непременно лежит что-то личное. Картины, игрушки, куклы Светланы, своего рода послания. Каждый эскиз, натюрморт или пейзаж художника, по сути, его автопортрет. Выставка Светланы Ракетянской тоже своего рода собирательный образ этой художницы. Искренней, ироничной, умной, доброй и нежной. Какой посыл твой миру? Радость. Радость какую-то. Когда видишь, глаза загораются у человека. Ради этого стоит хоть что-то делать. Городской творческий хореографический проект прошел 30 марта. Юным горожанам выпала уникальная возможность заявить о себе посредством танца и побороться за звание лучшего танцующего класса в Саянске. Во Дворце культуры Юность состоялся традиционный муниципальный творческий фестиваль «Самый танцующий класс», организованный специалистами управления образования при поддержке городского управления культуры. Юные талантливые саянцы стали участниками целого красочного шоу и подарили своим зрителям и болельщикам массу положительных эмоций. Мероприятие прошло в форме танцевального марафона конкурса, в рамках которого лучшие классы школ города демонстрировали на сцене свои таланты и умения. Несколько команд показали современное направление танца, которое больше напоминало театрализованное представление. Эмоциональный посыл и правильно подобранное музыкальное сопровождение тронуло многих зрителей до слез. НЕПОКОННЫЕ НЕПОКОННЫЕ ПЕСНЯ ПЕСНЯ Передаливаем трудности, вместе становимся сплоченнее и дружнее. Мне всегда это очень нравилось и вдохновляло. Я бы хотела, чтобы другие школы тоже поучаствовали. Это всегда очень интересно. Вот этот мандраж перед сценой, когда ты думаешь, вот сейчас мы выйдем и все получится. Меня всегда это завораживало, я считаю, это очень классно. В прошедшие выходные порядка сотни работников градообразующего предприятия акционерного общества Саянск-Химпласт и члены их семей приняли участие в турнире по подлёдной рыбалке. В прошедшие выходные работники градообразующего предприятия Акционерного общества Саянск-Химпласт приняли участие в соревнованиях по подлёдному лову. С каждым годом интерес к этому мероприятию растёт. С большим спортивным азартом в нём принимают участие любители подлёдного лова. Многие сотрудники предприятия приезжают на рыбалку семьями. Около сотни заводчан в этот день вышли на лёд с удочками и с желанием стать победителем традиционного турнира. В прошлом году мы маленько туда проскочили вперёд, а парень здесь забурился у берега почти и сразу поймал первую рыбку. Ну и нас заело это, и мы, естественно, нынче решили повторить это дело. И вот удачно получилось. По необъяснимым причинам окунь клевал плохо, поэтому всем участникам пришлось рассчитывать только на удачу, а хотелось бы на профессионализм. Зимняя рыбалка сильно отличается от рыбалки в тёплое время года, признаются рыболовы со стажем. И ничего, что холодно, ведь есть в этом какая-то особая романтика в борьбе со стихией, когда в любой мороз встаёшь рано и едешь на водоём. Стаж у меня рыбалки, ну, где-то около 10 лет. Ну, вот муж взял первый раз, как бы не понравилось, холодно, а потом всё, на летнюю и на зимнюю рыбалку мы ездим каждую неделю. Это моё, я не знаю, сейчас это моё хобби. Вот за прошлый год я первую среди женщин поймала рыбку, а сегодня тоже вот среди женщин и вот такую самую крупную тоже первую. Порабачить на водохранилище, отдохнуть и получить заряд позитивного настроения приехали не только работники городообразующего предприятия акционерного общества «Саянский импласт», но и их дети. К рыбалке меня приучил отец. Я с ним первый раз поехала на этот залив. К сожалению, я ничего не поймал. Но у меня есть желание ловить рыбу до конца. Если бы я поймал щуку, и она бы мне сказала, какое я желание хочу, я бы загадала, чтобы у меня был большой улов. Перед тем, как подвести итоги, определить победителя, организаторы турнира решили провести конкурс по скоростному бурению. Дополнительное соревнование по скоростному бурению. Вот в прошлом году я занял второе место, но в этом подготовился, постарался. Все, приготовил снасть. Три лунки, правда, пришлось сверлить, но сильно не торопился. Но со второго на первое перешел доволен. Скромные результаты не испортили удовольствие, которое участники-организаторы получили за несколько часов соревнований. Общение с коллегами вне предприятия на природе – настоящее удовольствие, уверены организаторы состязаний. В эти выходные всем желающим выпала возможность окунуться в культуру казачества. 31 марта в зрительном зале Центра народного творчества состоялся отчетный концерт вокального ансамбля «Казачий родник». На сегодняшний день культуру казаков поддерживают многие современные творческие коллективы, которые устраивают празднества, а некоторые из них до сих пор живут по обычаям своих предков и соблюдают традиции. В минувшие выходные яркую концертную программу представил коллектив ансамбля «Казачий родник» города Саянска, в которой были показаны быт и культура славного народа казаков. Действия происходили на хуторе в простой казачьей семье. В театрализованной постановке рассказывалось о сильном духе, героизме, обычаях и традициях казачьего народа. Песня «Казачий родник» Песня «Казачий родник» Зрители и поклонники казачьего творчества были в полном восторге. Мероприятие подарило множество положительных эмоций и радостных моментов. Это были все новости, о которых мы хотели рассказать вам сегодня. Ну а я же прощаюсь с вами с пожеланиями доброго вечера. Всего доброго, берегите себя, самое главное, будьте счастливы.